МОШИЯХ 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 Это не МОШИЯХ. Это отличающееся слово. МОШИЯХ Это тот, кто помазанный, Мессия. МОШИЯХ МОШИЯХ Это означает спаситель. Тот, кто делает спасение, Он тот, кто помогает и освобождает. МОШИЯХ МОШИЯХ Это означает наш спаситель. МОШИХЕЙНУ Это наш Мессия. А МОШИЯХ Это наш спаситель. Пятое слово МОШИЯХ 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 Это действие помощи. Это также означает быть освобожденным. И также в этом есть идея давать жизнь, рождение. Когда дитя, оно освобожденное или дано как бы вперед, дана жизнь. И такое может быть обращение, Бог освободи нас. Освободи нас от этих темных мест. Тот, кто дает безопасность. И спасение от таких опасных ситуаций. Шестое слово НАЦАЛ 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 Это не только спасение и освобождение Это такое как бы уносить. Он уносит Бог. Продвигает, давит нас, выдавливает. Это высвобождает. Помните, это подобная история Ерихону? Проститутка, блудница. Когда была часть Ерихона высвобождена, она была спасена. Она была убрана, унесена. Она была как бы выдавлена. Она была НАЦАЛ Это тот, кто приносит спасение, безопасность. И подобное слово используется в Захарии 8. Мы должны как бы сделать Иерусалим центром спасения и поклонения. И который стоит за спасение всего мира. НАЦАЛ Что она должна быть рождена в том месте, где она принесет всем спасение. Это очень важный библейский концепт понимания. Что через Израиль приходит спасение народам. И если мы идем через весь Танах. Что Бог, Он как бы вовлекает все народы, все человечество. Что Израиль играет эту ключевую роль в всемирном искуплении. Которая полностью противоположна христианской теологии. Многие христианские богословы не исключают Израиль и все, что с этим связано. Потому что церковь, она заняла место Израиля в Божьем плане. Теология замещения или антисемитизм. Которая я называю Матерью всей ереси. Но Танах, он делает такое единственное сильное утверждение. Которая говорит, что Бог, Он избрал Свой народ, чтобы они были Его священниками, святым народом для всей земли. И Он будет их так использовать. Есть другое слово, которое также используется, касательно спасения. Это слово цемах. Это то, когда что-то растет. Это когда из дерева растет ветвь, листья. Это то, что как бы процветает или выцветает. Оно показывает рост Божьего Слова. Праведность и славы. Рост Израиля. И это процветание и новая жизнь – это часть спасения. В наших конспектах это будет 3А, которое называется «Спасение в Исаии». Сейчас мы видели большинство понимания спасения в Торе. Это также исторические книги. Но теперь я хочу рассмотреть спасение в Исаии. Мы видим, что спасение идет совместно с праведностью. И мы об этом говорили ранее. Спасение не может быть разделено от праведности. Спасение и праведность идут вместе, совместно. Например, когда в наших жизнях Бог нас спас и сделал нас праведными. И Павел, который проблему описывал в Израиле, когда он говорит о постановлениях раввинов, не только понимая Божью праведность, они начали устанавливать свою собственную праведность. Они не подчинили себя праведности Божией. И стандарт праведности – это Божий стандарт. Что народ должен был ходить совместно в свете Божьем. Давайте прослушаем Исаии 45, 8. «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это» Исаия 45, 8. Когда с небес идет праведность, спасение поднимается с земли. Это совместные взаимоотношения между праведностью и спасением. Какое одно из имен Иешуа в Новом Завете – Брит Хадаша? Он назван праведным Божиим. Он – провозглашение Божьей праведности. Он – полное отображение Божьей праведности. Он – стандарт Божьей праведности, который все должны брать пример. Давайте рассмотрим Исаия 61, 11. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеяно в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Также мы видим в Исаии, что спасение – это исполнение пророчеств. Давайте посмотрим также Исаия 42, 9. «Предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». И Исаия 43, 19. «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Итак, Бог обещает пророчествовать народу спасения. Они будут спасенным народом. Ограничается ли это тем, что только Танак говорит? Что апостол Павел говорит? Или как мы говорим «Рав Шауль»? «Рав Шауль» – это лучше звучит. «Не говорил ли он, что весь Израиль спасется?» «Коль Исраэль Йиваша» «Коль Исраэль Йиваша» «Что весь Израиль спасется?» То есть, он ожидает время, когда это произойдет. Когда все верующие, они спровоцируют духовную ревность Израиля. И что Израиль полностью покается. И примет Ишуа Мессию. И будет идти за Ним. И будет следовать Его лидерству, чтобы исполнять Его призвания, предназначения для них. Но в это время, посередине, Израиль страдает от проклятий, которые являются причиной непослушания. Спасибо, Иосиф. Спасибо, Иосиф. В 18 главе Второзакония мы видим этих первых 14 стихов. Бог говорит, «Если вы будете исполнять эти постановления и законы, если вы всем народом будете подписаны под Мое Торо исполнение, тогда все эти 14 стихов будут вашим благословением. И вы будете ходить в этом национальном спасении. Но потом идут 65 стихов. Он там сказано, «Если ты не будешь слушать глазом, если не будешь следовать Моей Торо, если ты не будешь исполнять законы и постановления, вот такие страдания, катастрофы произойдут с вами». И там 65 стихов таких катастрофы. И это приводит к пониманию, что Бог никогда не будет принимать неправедность. Что Бог не будет благословлять народ, если они будут в бунте перед Ним. Но Израиль по-разному продолжает страдать сегодня. Потому что до сих пор Израиль не послушен к голосу Божьему. Иешуа – это живое Слово, не так ли? Иешуа – это мудрость Божья. Иешуа – это праведность Божья. Это то, что Библия нам говорит. И у Бога есть одно Слово, которое Он говорит Израилю. Одно Слово, которое сходит с небес. Всем раввинам, всем синагогам, всем евреям везде. У Бога одно Слово, которое Он говорит. И это слово – Иешуа. И до того времени, пока Израиль примет Иешуа, они будут продолжать находиться в страданиях. Но хорошая новость, что Мессианская синагога в Одессе, Украине, имеет Мессианский еврейский библейский институт, который обучает апостолов в вере, которые будут нести Евангелие всем евреям везде. И эти дни наступят, когда у Израиля будет такая духовная ревность, они примут Иешуа, и весь Израиль будет спасен. Это такое асхатолическое, это учение о последнем времени, когда весь Израиль будет спасен. Стандарты христианского богословия – что весь Израиль будет забыт, что весь Израиль уже ничего не значит. Один и так же проповедник сказал, что еврейская библия «Анах» вообще не имеет никакого значения. И это другое Евангелие, это не правильное учение, не евангельское. Но я знаю вашего Равина здесь, но я также знаю лидерский состав Мессианского еврейского библейского института, и я знаю, что вы обучаете истину, и Бог может чудесным образом использовать вас, чтобы вы спасли тысячи жизней евреев. Аминь. Также 3b – это в пункте спасения по Исаии. Первое было это рядом с праведностью. Второе – это исполнение пророчеств. Но также мы видим 3b – это будет спасение Израиля, которые были в изгнании. Это семя Моисея будет умножено, и оно будет благословением для народа. Пятое – это спасение, оно состоит из исцеления. Итак, Исаии 58, 8. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя». Новая кожа будет расти над твоими ранами. И как мы, когда мы изучаем книгу Исаии, мы видим, что исцеление приходит. Но в пятое, что также Исаия говорит, что спасение, оно основано на истине. Нету никакого спасения вне истины. Это должно быть принятие Божьего истины в Божьем Слове. Это должно быть такое очищение, настоящее покаяние. Мы должны принять Ишуа, который путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу только через Него. И настолько, сколько Исаия был убежден, что Израиль не будет переживать спасение вне той лжи, которая есть, отвержение всяких развлечений. И только идти за Божьей истиной. И спасение приходит только с Божьей истиной. И шестое. Спасение, оно производит силу. Иезекииле 29, 21. «В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнаю, что Я Господь». Иезекииле 29, 21. Спасением придет сила, власть. И не будет никого, кто будет знать, что Господь есть Господь. Now, we find also that salvation is 4a. 4a is a new category. Четвертый пункт 4a. Что спасением, оно будет исполнено отраслью. Симах Давид, Симах Адонай. Мессия будет как бы отраслью, чтобы исполнить праведность, правду в земле. То, согласно Танаху и Исаии, спасение, оно приходит с Машиахом, который будет исполнять праведность и правду. Иеремия 33, 15. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». И Исаия 4, 2. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести и плод земли, в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». В еврейской Библии в Танахе 5a Говорится о том, что спасение является причиной исчезновения всей неправедности. Исполнение спасения Божьего, оно уничтожает всю неправедность. Слово здесь, которое используется, это «царев». Что означает просто, ну, как бы, растворять. Когда люди в народе становятся очищенными. Они очищены полностью. Когда народ был так поврежден очень сильно. Это как будто пройти через сильный огонь. И все, что не нужно, оно убирается. И на Израиле будет рассматрено как чистое золото. И это то, что видел Рав Шауль. Что Израиль станет как чистое золото. Что весь Израиль будет спасен. Итак, мы видим в Исаии 48.10, что Бог будет использоваться в народ, чтобы достичь Своих целей. Давайте прочитаем, что говорит Исаия 48.10. Вот, я расплавил тебя, но как серебро испытал тебя в горниле страдания. Давайте будем хранить в уме то, что все спасение, о котором мы говорим, это не спасение личности, индивидуальное. Это не ваше как бы спасение. А, не Иосифа спасение, не Виктории спасение. Это не спасение Павла. Это спасение народа. Это то, какое у них было понимание. Во всей Торе нет такой идеи личного спасения. Я не говорю о остальной части Библии. Потому что личное спасение видно в других пророках. И потом мы видим это в псалмах и в песнях. Но, когда мы говорим о Торе, о законе Моисея, которое было законным и постановлением народа Израиля, нет таких даже разговоров о личном спасении. И нет таких мыслей о жизни после смерти. Что суд после смерти. О небесах, которые будут. Этого нету в Торе. Да, мы знаем, что это правда. Что это все правда. И Бог откроет им позже. Но их нету в Торе. Они являются откровением поздними. Что приводит нас к вопросу, да? Что исполнение Торы может спасти народ Израиля. Но исполнение Торы никогда не спасло одного еврея. Что исполнение Торы, как оно может спасти нееврея, если даже не сможет спасти одного еврея. Итак, Тора – это конституция и законы для евреев, для народа Израиля. Или давайте по-другому это объясню. Возможно, у нас есть такое в Одессе. У нас есть это в Соединенных Штатах. Если кто-то хочет научиться водить машину, им нужно прослушать уроки, как ему этому научиться, им нужно сдать экзамен, но им нужно также согласиться, что они будут послушны все, что в книге. Им нужно изучить книгу. Как ты будешь останавливаться на определенных знаках. Какие ограничения скорости. Как вы будете справляться со снегом. И все эти вещи, они написаны в такой книге по вождению. А во власти, как бы, может быть, это президент, мэр или кто-то, но с подписью под этой книгой, с маленькими буквами, если ты будешь послушным законом, которые есть в этой книге, ты будешь спасен. И ты будешь причиной для спасения других. У вас будет такое спасение для водителей. Вы будете в безопасности, вы будете спасены, никаких проблем. Если вы будете осторожно исполнять законы, которые в этой книге. Управитель или мэр он не говорит, он говорит, что если ты будешь следовать закону, который в этой книге по вождению, что твои грехи будут прощены и не прощены, и ты пойдешь на небеса. Он не говорит ли это, не правда. Потому что вот этот отдел по вождению, он ничего не имеет общего с тем, кто куда пойдет, на небеса или в ад. Речь идет только о безопасном вождении, чтобы не умереть и не убить других людей. У Торы есть такое подобное ограничение. Бог не предлагает народу вечную жизнь на основании исполнения Торы. Но сказано, если ты будешь послушен этому закону, у тебя будет национальное спасение, что весь народ будет готовый. Продолжаем. Что спасение, оно будет причиной исчезновения всей неправедности. Один Б. Итак, остаток спасется. И когда Павел говорит, что весь Израиль будет спасен, он также говорит о остатке народа. И во всем Танахе, в Амосе, Исаии и так далее. Бог говорит и показывает, что будет остаток, который пройдет и получит спасение. Посмотрим, что говорит Исаия 11.11. И будет в тот день, Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить в Себе остаток народа Своего, какой останется у Асура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Сенаре, и в Эмафе, и на островах моря. И Исаия 28.5. В тот день, Господь совов будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа Своего. И что будет такой остаток, который будет основывать молекулы клетки новой веры, новой общины, которая будет получать новую жизнь от Бога. И послание о спасении, оно дано остатку. Это то, что мы видим в Исаии 46.3. «Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, приняты от чрева, носимые Мною от отробы». Остаток является свидетелем Божьим для Тикум Олам. Бог хочет восстановить мир изначально, каким Он был. Это то, что мы видим в слове «шалом» или «салем». Это такая нормальная жизнь, здоровая. Когда Бог дает спасение Израилю, у них будет такая общественная здоровая жизнь. У них будет процветание. У них будет физическое здоровье. Они будут удовлетворены жизнью. И они будут все вовлечены в восстановление мира, таким, каким Он был при творении. Они не будут участвовать в войне, но будут иметь такие дружественные союзы с другими народами. И будет шалом, который будет основан и будет приходить от Бога. Бог всего мира. И мир это результатом является восстановленной праведности. Потому что, когда праведность покрывает весь земной шар, и весь мир как будто окупается в Божьей праведности. И в этой атмосфере восстановленной праведности грех и зло не может выжить. Грех и зло, оно уничтожено. И мы видим, что результатом праведности будет мир. И также результатом праведности это вера навсегда. И в Исаии 60, 18. В нашем переводе Исаия 60, 17. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо, и поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду. И мир и праведность, она течет от исполнения Божьих заповедей. И к направлению Израиля и Божьим всем благословениям. И до сих пор мы ничего не слышим, что народы будут идти на небеса. И до сих пор мы не услышали, какая-то личность будет рождена свыше. Или будет провозглашенным праведным. Или погруженным в Дух Святого, освященным. Или кому дан дар вечной жизни. Видите, Видите, что спасение в иудаизме, в Танахе – это другой вид спасения. Оно больше касается физического мира. Жизни на земле, на планете. И заключается в восстановлении мира. О такой раскрытии, распространении вечной реальности. Седьмой пункт, 7а. Что спасение будет доступно другим народам – Гоим. Мы видим, например, в книге Иоанна, что Бог хочет дать, оказать прощение другим народам. Давайте задам вопрос, чтобы у нас есть время поразмыслить над этим. У вас в этом месяце будут выборы, не так ли? У нас есть порядка 30 кандидатов, но в основных 4. Кто царь Украины? Кто царь Украины? Да, он только думает, что он царь. Яшуа. 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 Яшуа – царь Украины. Это не для таких как бы разговоров, дебатов. Нам не нужно как бы голосовать, выбирать Его. Бог, Он сделал Его царем Вселенной. Он – царь России. Кто-то должен сказать Владимиру об этом. Но также он – царь США. Это не Дональд Трамп. Он – царь Африки, Зимбабве, Этиопии, Мадагаскара. Он – царь Китая. С Божественной точки зрения – это реальность. С Божьими глазами – это так. Яшуа – это царь всех народов. Но у народов есть свое мнение. Но народы – они в бунте перед Богом. Мы не хотим Ишуа. Мы не хотим слушать Ишуа. Мы не хотим, не нуждаемся в Твоей праведности. Нам есть жажда к власти. Мы хотим поставить себя над людьми, над народом. И коррупция, неправедность – она везде. И мир – он такой в неразберихе, запутался. Он в таких катастрофических условиях. Не было бы намного лучше, если бы все украинцы хотели быть избранными. Если бы весь народ Украины сказал, что мы не хотим выбирать президента. Мы хотим, чтобы нашим царем был Ишуа. Не было бы хорошо, если бы Владимир Путин сказал «Я, наверное, не буду продолжать быть президентом или премьером-министром» или что-либо. Я склоню свои колени перед Ишуа Хамаши. И я хочу признать, чтобы вся Россия знала его как царем. И не было бы хорошо, прекрасно, если бы Дональд Трамп… И вся та коррупция, которая во власти в Америке – это тоже как бы катастрофа. Она очень сильно отличается от того, что было до этого. И было бы хорошо, если бы все вот эти коррупционные политики в Вашингтоне… И они бы сказали, что мы приглашаем Ишуа в Вашингтон. И что мы все будем признавать и почитать Ишуа. Мы будем все ходить в послушание перед Ишуа. Будем следовать к Его инструкциям. И будем провозглашать правосудие и праведность по всему миру. Если бы все народы сделали так, что бы произошло, как Вы думаете? Не было бы коррупции. Было бы царство. Мир, он был бы переформирован, он был бы возрожден. Было бы восстановление Вселенной. Было бы дождь или наполнение Божьей праведности. И это то, какое есть ожидание в еврейской Библии в Танахе. Это то, чем является спасение. Что все народы были подчинены Царю Израиля. И правосудие, оно текло, как река. Два Б. Первое. Первое было, это 7а. Было спасение для всех народов. Первый пункт. Это Бог прощает все народы. Но, согласно Торы, Бог имеет хорошее понимание о неевреях. Какое бы ни было обещание или программы политиков для Украины, это не сравнимо с тем, что Бог хочет сделать для Украины. У Бога есть удивительные, прекрасные вещи для Украины. Но не только для Украины. Для всех народов. Почему Бог создал Израиль? В самом начале. Исайя 19. Бог говорит, что весь мир Он Мой. Что Вы будете мне Царственным Святым. Народом Святым. Это то, что Вы будете говорить детям Израиля. Бог создал народ Израиля, потому что Он любит неевреев, другие народы. Бог избрал евреев, чтобы у них было такое Царственное Священство. Чтобы они могли передавать реальность Богу всему миру. Бог любит все народы. И как только Он искупляет Израиль. И обеспечивает эти удивительные благословения для Израиля. И такие удивительные обещания для Израиля. Бог, Он тоже это хочет сделать и для других стран. Израиль был первородным братом среди других. Через Которого Бог хочет благословить всех других. Мы еще два пункта и потом перерыв. 3b Что Израиль будет играть роль, вести роль царственного посредника между Богом и другими народами. И я только что цитировал. Это исход 19, 4, 7. И 4b Раб Господень. Страдание раба, оно придает правосудие для народов. И мы читаем Исаия 42, 1. Вот мой отрок, которого я держу за руку, мой избранный, которому благоволит моя душа. Положу моего духа на него и возвестит народам суд. И 5 пункт и мы заканчиваем. Раб или слуга это завет для народов и свет для других народов. Исайя 42, 6, 7. Я Господь призвал тебя в правильность и буду держать тебя за руку и хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из тюрьмы. И я продолжу читать с 8 стиха по 12, я остановлюсь. И так говорит Господь. В благоприятное время я услышал тебя и в день спасения моего помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам опустошенные наследия. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут их пастбища. Не будут терпеть голода и жажды, и зной, и солнце не поразит их, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все мои горы сделаю путем, и мои дороги будут подняты. Вот дни придут издалека, и вот они от севера и моря, а другие из земли синим.